Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Мы проводим беседы, цикл, называемых «Во свете Библии». У нас в руках Библия. Синодального издания, 77 книг. А здесь у нас, вот, трех топик нами изданный, полное толкование на Новый Завет вместе с Откровением. Пожалуйста, Ваш вопрос. Вопрос о детях, о знаниях. Ну, как есть пословица хорошая, учение света, а не учение тьма. И вот в нашем современном обществе, сейчас в российском, муссировался вопрос, и теперь уже он, уже как с законом, издан, это уроки православной этики, или православной религии в церкви. Ну, там, где мусульмане, там мусульмане. То есть будут детей учить религии прямо в школе. Вот Ваше отношение к этому, но вообще детей это учить надо. И если все-таки у Вас негативное к этому отношение, тогда Вы скажите альтернативу сразу, если у Вас есть. Ну, то есть вот такой вопрос. На этот вопрос я уже отвечал, потому что, я говорю, на 30 выступлений Невзорова, я отвечаю. И он как раз об этом говорит ОПК, и что за этим пойдет, это уже мы проходили историю, когда православие отдали государству. 700 лет отставания, и дальше перечислять с чем-то, не соглашаемся мы. Но здесь он прав. Еще раз говорю. Вот это ОПК, оно ничего, во-первых, ничего не дает. Никому это не надо. Людям, детям нужен Христос. Им нужно прямо говорить о Христе. А ОПК, это все они... Это у меня жена, она преподавала в школе, в центре творчества. Она учительница. Ну, и там уроки православной культуры. Да нет этого слова культуры. Это они разными изменениями пытаются кого-то обмануть. Книжки написал там Андрей Кураев. Я считал, и книжки смотрел. Это ничего не дает совершенно. Учителей нет, преподавателей нет, никто не идет. Зачем это нужно? А кто не будет ходить, урок пустой? Да нет, никто не пойдет. Учить надо дома. Почему за ОПК не бьются ни в аптисы, ни адвентисты? А зачем бить это? А они и так научатся. Воскресные школы не запрещаются. Вот у нас воскресные по воскресеньям работают. Такой свободы, я повторю, многократно повторенные. Какая в России 20 лет, никогда, нигде не было от создания мира. Не просто где-то, от создания мира не было. Говори, что хочешь. На любую крышу лезь, на дерево залазь, на постамент. Вот поставь трибуну, сейчас я выйду, буду говорить. Гайд парк, все, никому я не нужен. И этим не воспользовались. Как диссидентка Зоя Крахмальникова, религиозная писательница, журналистка из Москвы. Вот она об этом говорила. Мы так ждали, что выйдут к народу. Но этого не случилось. И об этом говорит митрополит Кирилл Гундяев, когда он был еще смоленским, калининградским. Открыли храмы, людей много, думали, так всегда будет. Нет. Опустяло все, и поэтому у меня эти тактики. Выходите на дороги, на перепутье. Подходите к людям. Он не знает еще дальше, как сказать. Самому-то ему не приходится ходить. А к прихожанам обращается. Он говорит, вы подходите к батюшкам. И скажите, батюшка, хочу поближе познакомиться, чаю у вас попить. Но не знает, как подойти. Мы никогда не зовем на чай. Мы им говорим, что мы чаем воскресенье мертвых. И сразу рассказываем о Христе. Я вот много лет вел, 17 лет, только в одном СИЗО. И вот однажды там туберкулезный диспансер, один из заключенных, мне и говорит. Вот знаете, вы как рассказываете, выступаете. А я у них там регулярно вел программы по радио, доставал им динамики. Один раз только за один день я занес 56 динамиков им в камеры. Ну, бывает, пропадают где-то, ломают что-то, они там химичат с ними. И вот один говорит, знаете, вот надо бы попроще как-то говорить. У нас тут люди, ну, у меня, говорит, высшее образование. А вот у него, говорит, там два класса, он совсем не понимает. Благодарю за совет. Я теперь вас спрошу. Вот человек лежит в луже. В луже, ну, голову чуть-чуть на берег. Восторг, но спит. Волной грязно подбивает ему к носу уже. Я могу ему говорить, лечь рядом с ним, на его уровень, и разговаривать в лицо ему. Вася, ты не пей. Вася, сырость печени у тебя будет. Васенька, не надо. Жена Лукелья-то у тебя уже усохла, как щепка желтая. А другое я могу вас устряхнуть, поставить к забору и дальше начинать с ним говорить. А потом, может быть, потащить его, помочь ему обмыться, переодеться в нужное. Какой вариант вы изберете? Ну, конечно, второй. Вот это я с вами делаю. Ложить-то, если я там в ложу, говорить вашим жаргоном я не буду. Хотя ваши все нишники эти я знаю. Я всегда говорю, передают записку. Ну, батюшка, вы же знаете, что там мулява там, мулява там. Да знаю я. Ну, шконка, я говорю, лезь на кровать на свою ложить. Так это же шконка. Зачем нам это нужно? У него я люблю русский язык. Я сторонник русского языка. Я не филолог. Ну, просто похвалюсь моим Господом, как Бог дает человеку эту любовь к своему языку. Я против застарения чуждыми словами. У меня слово «проблема» одно из самых неприятных слов. Я его не произношу. А как? Нерешенный вопрос. Есть значение у этого слова. Зачем пользоваться словами, которые нам не принадлежат? Преподавать вот это в школах не надо. Совершенно не нужно. И ничего не дает, и никто верующим не будет. Но вот сектантам, когда присылали первые годы, и разрешали. И они там свидетельствовали. То в их сект ученики переходили. И они очень активные были. Другим просто, ну, по-сектантски навязывали. И уже аминьи говорят, амэн. Они язык ломают свой под них. Картавить начинают. Ну, прямо до удивления. Ой, русские макаки, да что ж вы делаете? Да нам столько Бог дал. Такой красивый, говорит, могучий язык. Как это можно? Ну, конечно. Когда ты на русском языке говоришь, добудешь совершенствоваться. И получив похвалу, тебе этого мало покажется. Представь себе. И поэтому нужно нам научиться говорить библейским языком. Чтобы были четкие, ясные фразы. Пустите детей ко мне, а не на культуру. Ко мне, Христос говорит. Пустите. А как пустите? Ну, вот имя АПК, все это захлобучивает. Так она здесь больше, а мусульман меньше. Мусульмане сразу построят мечеть здесь. Сейчас придумали мечеть ставить, отвели участок. Мусульманин купил участок. Я строю мечеть. Православные бунтуют и бунтуют. Наконец-то один нашелся. И говорит, не знаете, что сделать. Мы ночью устроим им свинью. Пришли, там выкопали яму и свинью закопали. А где свинья была зарыта, дохлая, строить мечеть нельзя. И они мгновенно с повестки дня сняли это. Но эту свинью я подложили сами себе. Сколько повестка свинья весит, вот столько взрывчатки будет подложено где-то. Ну, надо мудро подходить, чтобы он сам своими руками разрушил. Говорят, в Индонезии, когда начались террористические акты, молодежь туда винулась, хорошие деньги платят. Ну, один посоветовал, это нельзя на каус бить. А вот не отдавать, кого убьют, это такое есть сейчас в России. Убьют кого, не отдавать, хоронить. Он говорит, наоборот, отдавать надо. Но только делать так. Кого отдаете, его зашивать свежую шкуру свиньи. Чтобы одна голова торчала только. И первая получает, от него все отвернулись. Он же герой был, шахид. Все отвернулись. Второй, третий. Все как волной смолы. Больше никто не пошел. Никто не пошел в эти шахида. Зачем свинья, свинья, шайтан, это в ад. Аллаху не угодно. Они же верят в это. Значит, надо понимать как. Недавно я услышал такой рассказ. Ну, маленький в интернете. Маленький пацаненок, там лет шесть. И кто-то додумался ему на рождение барабан подарить. Ну, и он барабанит целыми днями-то. Ну, пожаловались. Учискова пришел. Он говорит, и говорят, он до 11, после 11 он не барабанит. Но если с утра с 11 до 11 барабанит, что будет? Его уже всякой конфетку дадут. Он ее слопает и дальше барабанит. И тогда один только подошел. Нашелся мудрец. Подошел. Тебя как зовут? Ну, Сан, Сан, Дениска зовут. А откуда у тебя такой красивый барабан? А сколько заплатили? Он не знает сколько. Дорого такой барабан стоит. Самое-то главное, может быть, у него не здесь, а внутри заложено. Тебе ничего не сказали про это? Нет. Но ты туда не заглядывай. Потому что там, может быть, они хотят, когда ты вырастешь, и тогда ты там посмотришь. Для тебя какой-то там подарок. Все, говорит. Вся крестность избавилась от барабана. А людям не по барабану это. Он только отошел, конечно, вскрыл ему пузо и посмотрел, что там есть. Мудрость там заложена. А вот как вы боретесь с сектантами? Я никогда не боролся с сектантами. Вот когда миссионерствую, ставят задачу победить сектантов. У меня подход абсолютно другой. Я стараюсь у всех увидеть хорошее. Вот я сидел, со мной были свидетели Юговы. Я про них Бурак и Гончар. Сколько я о них у меня в книгах написано. Какие хорошие ребята. А третий у них такой курилый. По помойкам лазил-то. Ну, слабенький оказался. А не хорошее. Если бы все были, как свидетели Юговы, то войны ни одной бы не было. Никто никого не взрывал. У них ни один не служил в армии. Я с ними говорю, там у меня, говорит, старший брат отсидел, бабушка отсидела, мама, говорит, сидела, папа, дед, все сидели. Я рос, когда я уже знал, у меня как будет, мне 18 лет меня посадят, меня посадили. В армию не идет. Им три года дают, а потом не трогают. Он три года там. Они хорошие мастера в швейном производстве. Мастера не шили, а ремонтировали. Хорошие люди, но они вне церкви. Я уж про баптистов не говорю. Это вообще замечательные люди. Адвентисты, какие они выдержаны. Но они вне церкви. И поэтому, можно даже и все это сказать. А говорят о сравнении с православными. Да никакого сравнения нет. Если взять 100 православных, из храма выходят, и 100 баптистов выходят из своего молитвенного дома, ну даже не с чем сравнивать. У меня мама Мария Егоровна, она мать десятерых детей. И она была приглашена на православную свадьбу, город Фрунзе. У нас видим, как вещают, потом как пришли, потом стали прислать, танцевать. И в этот день мы получили приглашение на свадьбу баптистам. Моя мама тоже пошла посмотреть охота. И вот как они там поют песни, как выходит пресс-фитер, какие наказы дают, Библию дарит. Ну все закончилось, там пообедали. Вот мама вернулась, легла, лежит. Вот так вот, помню, лежит. Ох, Господи, Господи. Да до чего ж-то хорошо-то у них там было-то. И главное, Библию считали. А невеста-то какая. Никто не плясал. А там-то у православных вино было. И там двое подрались даже. А здесь, сколько раз ко мне подошли, кто вы такие? Я говорю, я вот оттуда-то такая-то. Господи, помилуй. А мы-то ничего хорошего в жизни не видали. У меня вот отец, ну муж ее, то есть мое отец-то выпьет там, там подерется, еще что-нибудь скажет. Да какие же это свадьбы-то? Да куда ж ты меня, сынок, сводил? Да какие-то хорошие люди. Она уже готовая туда, но она не перейдет. Она крепкая православная. Ну почему у православных это не сделать-то? Батюшки. Вот меня спрашивают, когда дальше, если бы я был патриархом, я говорю, я бы сразу в один день открыл тысячи училищ. Да там где учителей? Я знаю где. Но я патриарх или нет? Да ну так-то. Я говорю, не спорить, я уже патриарх. На основании патриарших указов, будете вы меня выполнять, я обратился бы к баптистам, к отделенным Совет Церквей, дать хороших проповедников, но чтобы они дали подписку, что они нигде, ни слова не будут идти против православной анагматики. Иконы исключены, все остальное не трогать. Пусть они научат наших православных, из которых будет в семинарии учатся батюшки, которые полюбили бы святую Библию, как они любят, баптисты, чтобы они полюбили Христа, распятого на кресте, а не только вот это изображение. Полюбили Христа, который умер на Голгофе. Вот что бы я сделал. В начале православные возмутились, я говорю, перестать, я патриарх, запрещаю вас. Я же патриарх, вы меня избрали-то. А еще бы что вы сделали-то. Ну дальше что? И сдал бы указ, кому нравится на русском, на русском, кому нравится на церковно-славянском, полная свобода, чтобы была. Священники, которые не погруженные в полное погружение, все должны быть немедленно крещены. Прекратить этот обман. А если они будут не так, следующий указ рядом тут стоит. Сразу запрещаются и настройки народного хозяйства. Я бы поступил с ними так, как велят канонические правила апостольские. 50-е правило. А еще епископ или прессмитер крестить не в три погружения. 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 Немочение лбов. Немочение затылков. Да будет извержен. Всех извержен. Да когда кто будет служить, Бог найдет служитель. Их извергать и навсегда. Это волки лютые. Почему так грозно? Деяние апостола, 20-я глава. Когда Христос посылает учеников в мир, но это не означает, что Он посылал их в Иерусалиме. Это означает до второго пришествия. Это будут встречаться иудеи. Иудеи. По-славянски жиды. Там будут встречаться фашисты, коммунисты, масоны. Это волки. Все волки, 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 волки. Которые против Евангелия. Но когда написано, из Ефеса собрал в Белит епископ Пресвятеров, то говорит, из вас самих восстанут лютые волки, бешеные волки. Которые будут говорить превратно. Не будут щадить стадо и причину увлечь за собою. А о ком это сказано? В первую очередь, о нас говорится, о православных. И я это свидетельствую. Большинство, с кем я встречался, лютые бешеные волки. Они подлежат отстрелу. Они совершенно Евангелие не знают. Вцепились в царковный славянский язык. Батюшка приехал из Кулунды, здесь, у Никиты. А почему вы против языка? Да потому что не понимают. Феофан Затворник говорит, так же, как апостол Фавел. Лучше пять слов, чем десять тысяч непонятных. Пять понятных. На родном языке. Но его же можно изучить. Да кто его изучил-то? Ну как, я, жена моя. И вы что, дома разговариваете по-серковному славянски? Да. Вот это да. На мертвом языке живые не разговаривают. Мертвый язык, на котором никто не говорит. И вы все знаете? Да, знаю. Так, будьте свидетелем. Вот этот лжец, сейчас, он должен покаяться или жестом уедет отсюда. Да как же так? Я же батюшка. Ну батюшка, сейчас я не говорю, что ты лжец. Но если сейчас ты не сделаешь, что я скажу? Переводите за мной. Когда я заходил в этот магазин, у него глаза пошли в разбежку уже. А когда предложение кончится, они на 13 сантиметров будут отстоять друг от друга. То не заметил, что один шнурок на правом ботинке развязался. Я наступил на него и хлопнулся, и расквасил себе нос на третьей ступеньке. Переводи. Да ты, помню, засохнешь у меня, и жена тебя не увидит. Она только отпевать тебя будет. Ты никогда не переводи. Переводи хоть половину. Он не отдал слова у него перевести. Чего ж ты обманываешь? Иеговисты, святые иеговы, переводят новый всемирный перевод. В Англии был суд. Их вызвали. Шесть человек. Пятеро ни одного слова не могли по-юрецки сказать. А один предложение сырьков даже не мог перевести. Какие же переводчики-то? Переводчики, подобные Хвольсону. Давиду Аврамовичу. Природный еврей. Я когда спросил Александра Меня, в Москве был такой священник, я говорю, а он еврей, он работает с оригиналами. Я говорю, вы могли бы перевести как Хвольсон? Он сразу, да вы что? Да никогда. Это другой уровень. Это еврей, говорит, энциклопедист. Это человек с самой высокой эрудицией был. Может, таких у нас и нет сегодня. И он сразу понял, что он по сравнению с Хвольсоном ниже на много градусов. Ну, представьте, папский Герасим Петрович. Переводит Евангелие от Матфея. Это его перевод. Единолично. Псалтырь, который в синодальном переводе. Это воспитатель старских детей. Пишет учебники для июрейских школ. И учебники писать, ты не просто должен знать, а ты должен супер знать. И когда он налитографировал для студентов духовной академии, для лучшего понимания Ветхого Завета, вдумайтесь в это, студенты, академии, и они не понимали. И он переводит на русский язык, для лучшего понимания. Студенты налитографировали, тогда не было ксероксов, 500 экземпляров. Стало известно, там, афитеатров, то, метрополиты. Сразу розыск был. Его арестовали. Книги стали находить эти переводы и сжигать. Но несколько экземпляров сумели спрятать все-таки. Я долго не мог понять, почему-то. И вдруг говорят, доклад был сделан царю. Если люди будут знать Евангелие, в стране неминуемо начнется революция. Вы подумайте, какое слово. То есть, настолько далеко ушли от Христа, что если говорить о Христе, то это уже смута в народе начнется. Попов на виллу поднимут. И это еще до революции. И когда Временное правительство пришло после отречения царя Николая II, святого, со всех сторон пошли поздравительные телеграммы. И от Храповицкого Антония поздравляют Временное правительство, что взяли власть, что церковь наконец-то будет свободная расправить крылья. Ну, недолго это была у них свобода, мы знаем, когда она закончилась. Да вы же вчера царя батюшку прославляли на каждом богослужении. Мгновенно. Все. Ни одного как будто бы и не было у него сторонника. Значит, внутри себя все понимали, свободы нет. Вот только так. И царь предложил себя патриархе. Сегодня говорят, ну как же его не приняли-то? Да он курил до конца смертного часа. Он говорил, я умру солдатом. Да какой же это патриарх-то? Ну, был такой, одна же император, 16-летнего сына своего хотел поставить патриархом. Это было в истории, я в житиях святых считаю. И поэтому на любой вопрос, какой задают, мы должны посмотреть, что об этом говорит Библия. Должно быть чистое словесное молоко. А его, где ОПК, там, ну, православной культуры, нигде не преподают. И кроме огорчения ничего не будет. Во многих школах просто учителя встали намертво. Ну, к этому нам в Дневзорах и призывают. А вы бы что, я бы вообще его в глаза не видел. Я разговаривать не буду. А если надо, я начну законным путем. Я в школах во всех, может быть, весь край тут Барнаула захватил. Как к директору. Вот, допустим. А потом иду, вот я приезжаю в Новосибирск. А у меня там сестра, она заранее договаривается, ее ребятишки, пять сыновей учатся в школе. Я иду к директору, она меня приводит, так и так. Я вот, наконец, освободился, приехал. Так, а какие классы? Я говорю, какие вам нужны? Я говорю, давайте начнем с пятого. Мы будем в один класс три класса заталкивать. Там сиденья принесем, все. Я перед ними выступаю. В это время, напротив, по коридору дальше. Для шестого они опять там сбивают по три класса. Дальше седьмого. Я целыми днями там у них провожу переполненное. Переполненное. Ну и как? Глазами не моргнут. И вот она ходила за мной, она за ваше. И говорит, знаете, что я за вами хожу, с вами вместе. Я должна наблюдать-то. И вот вы всегда никого не видели. Первый раз. Вам всегда нужно сделать вступительное слово, прежде чем перейти по тематике. И вы все время делаете вступительное слово. И целую неделю, и ни разу повтора нет. Это как так можно? Ну, в первую очередь, я не все выдаю сразу. Ну, а как вы догадались, о чем здесь говорить? Я говорю, я когда зашел, вот этот класс-то, и вижу это изобразительное искусство. Там Данте и Леонардо да Винчи. Я сразу решил на эту тему говорить. А там Николай, кажется, Е было. Еще одна картина-то. Я сразу начал говорить о тайной вечере. Ну, а дальше из этого развернул, как художники это понимают. Леонардо да Винчи, как он высекал фигуру, что он в этом деле видел, как Христос отобразился. В другом зашел, экономия должна быть экономная. Учится правильно хозяйкой им быть. Я сразу стал говорить на эту тему. Зашел в литературу, отцы и дети. Все об отцах и детях. Как даже послушание, благодарение Богу. То есть, земля, небеса проповедуют. Слава Божия, а дела рук его вещает твердь. Все, что бы ты не видел, все это к славе Божией. Подтяни. По Евангелию, я приношу еще Евангелие, раздаю. Никакой культуры ни разу не преподавал и не буду. А если бы, я кому-то, как бы, от кого-то вопрос. А если бы вам сегодня предложили пойти вот это по культуре-то? Ну, до обеда может быть. Вот я в 68-й школе был, там директор Торшин. Вот, Виктор. Ну, очень хороший человек. Заслуженный врач Российской Федерации. Учитель. А? Учитель. 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 И занесен в энциклопедию. Там право что-то и такое вот это. Ну, мы с ним договорились урок провести вместе в тандеме. А по тургению отцы и дети. Он считает оригинал, я делаю растолкование. Дальше он снова считает отрывок. Дальше я растолковываю. Девятый, десятый классы. Ну, взрослые, мальчики, девочки уже, юноши. С каким вниманием они слушают. Поэтому говорить о том, что молодежь не желает слышать, я мог бы опровергнуть. На собственном опыте. Но как преподать? Вот иной говорит, даже в церкви. Только и подумаешь, ой-ой. Такой претенц сгородит, да лучше бы он ничего не говорил. Прежде чем выйти к кому-то на два часа, ты должен 22 дома просидеть за Библией. Вот я имею такой опыт. Спаси Христос.